Ух ты, ух ты, ух ты, вот это да! Привет рыболовы! Вы на канале видео журнал рыбалка. Друзья, на дворе уже середина октября. Осень уже входит в свои полноценные права и берет свое. Сегодня ночью у нас было 4 градуса тепла всего лишь, а с утра такой я ехал на рыбалку был туманчик. Но сейчас он уже развеялся. Я уже нахожусь на своем любимом озере, где сегодня будем пытаться поймать какого-нибудь карасика, а если повезет, даже карпа. Ну а там посмотрим, как дела пойдут. Одну удочку я уже забросил на червячка, а на вторую мы сейчас с вами замешаем тесто по популярному рецепту из интернета и попробуем его протестировать, как он себя покажет. Ингредиенты я там взял, сейчас будем готовить, мешать, все буду рассказывать и показывать. Погнали! Друзья, продолжаем мы нашу рубрику тестирования популярных рецептов из интернета. И сегодня у нас на очереди тесто из кукурузных палочек. Для этого нам понадобятся сами кукурузные палочки. У меня сегодня с таким фруктовым запахом. Так, что нам надо? У меня есть вот такая вот емкость. Сейчас набросаем сюда вот так кукурузных палочек. Как пишут в интернете, кукурузные палочки служат как заменитель кукурузной муки. Ну а также здесь присутствуют всякие консерванты, ароматизаторы, ну и всякие другие вкусности, которые любит рыба. Взял я из дома в термосе горячую воду. Сейчас мы их так вот зальем. Они хорошо растворяются в воде. Сейчас мы их размешаем до такой однородной массы, чтобы не было здесь комочков. И будем добавлять следующие ингредиенты. Так, следующим ингредиентом идет ванильный сахар. У меня вот есть такая небольшая пачка здесь. Сколько? Здесь 15 граммов. Ну я думаю целую сильно много будет. Высыпем половинку. Ну кукурузные палочки сами по себе обладают запахом. Ну а ванильный сахар еще усилит вкус данного теста. Следующий ингредиент перец чили. У нас уже осень, вода прохладная. А как и всем известно, по прохладной воде очень хорошо проявляют себя такие резкие запахи. И во многие насадки бойлы добавляют чили, чтобы он раздражал вкусовые рецепторы рыбы. Дальше. Дальше нам нужен один яичный желток. Сейчас попробуем его аккуратно вот так вот отделить от белка. Раз. Так, сюда. Ну и чтобы наше тесто имело такой ярко выраженный запах и чтобы весь карась там с ума сошел, я добавлю сюда зубчик чеснока. Чеснокодавки у меня нету, поэтому сейчас я его очень-очень мелко порежу ножом и прям туда добавлю. Чеснок ядреный, он и так отдаст все свои запахи, даже если его не давить, а просто очень мелко-мелко порезать. Так, спорезали. Высыпаем сюда. Перемешали. Ну и в конце доводим до нужной консистенции обычной манной крупой. Сыпем на глаз, пока наше тесто не станет лепиться в такие шарики, чтобы можно было цеплять их на крючок. Так, друзья, есть. Тесто я вымешал. Оно у меня получилось такого светло-коричневого цвета. Что-то я надеялся, оно будет желтое. Но, наверное, из-за перца оно чуть-чуть потемнело. Больше пахнет кукурузными палочками, чем чесноком, но запах своеобразный имеет. Хорошо лепится в шарики. Сейчас будем цеплять его на крючок, отправлять в воду и посмотрим, что с этого получится. Оба! А тут пока удочку раскладывал. Уже подцепилось что-то. Ха! И поймал солнечного окуня. Вот это мне в этом году везет на солнечных окуней. Уже второго за этот год ловлю. Очень красивая рыба, такая необычная, как с аквариума. Но говорят, она очень вредная и приносит очень много вреда водоему. Не знаю, правда, какого. Наверное, икру жрет. Ладно. Отпустим. Опа! И опять. Да что ты будешь делать? Только забросил, и опять солнечный окунь. Что это такое вообще? Первый раз это я ловлю здесь в таком количестве солнечных окуней. До этого я их даже не видел. Ладно, беги. Вот, буквально только забросил. И сразу же утянул. Мы перейдем ко второй удочке или нет? С этими окунями. И опять он что-то тягает. Смотрите, 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 что делает. Это уже не солнечный окунь, а обычный. Что ты будешь делать? Ладно. Что-то мне это уже не нравится. Обычно тут на червя карась клюет. А тут на челе окуня идти. Ну, это вообще мелкий-мелкий, как палец, наверное. Эту удочку мы пока сейчас забрасывать, значит, не будем. Ставим тычку. Выставим глубину. Так, надеваем наше тесто. Вот так вот шариком сделаем. Сейчас попробуем, что на него вообще будет. Потому что на червяк он окуняк клюет. А на тесто, может, все-таки подойдет и карась. Итак, рыболовы, не получилось у меня полноценно тогда порыбачить. Вызвали меня на работу. А сегодня решил приехать, продолжить рыбалку. Но на том озере вся водная гладь была засыпана листьями. Листья с деревьев начали опадать. И на поплавок рыбачить там не сильно комфортно, как мне показалось. Я там поснимал, чтобы вы увидели вообще картину, что там происходит. Поэтому я сегодня на другом ставке. Рыболовная программа у нас та же. Будем тестировать тесто, которое мы приготовили на прошлой рыбалке. Так что продолжаем. Так, сейчас насаживаем тесто. Тесто я замешал новое. Но рецепт старый. Вот так вот. В этот раз добавил я чуть-чуть манки. И оно получилось такое более светлого цвета. И лучше оно держится на крючке. У нас уже осень полноценным ходом идет. Буквально за неделю все пожелтело. И листья начали осыпаться. И вон здесь тоже листья плывут. Но не так, как на том ставке. Думаю, конечно, и здесь будет поплавок тягать. А точнее лёску этими листьями. Потому что и ветер немного сегодня дует. И даже там на послеобед дождик обещали. Ну, посмотрим. Посмотрим, как она будет. Потому что выезжали иногда и в лучшую погоду. Рыба не клюет. Если в лучшую не клюет, то будем, значит, рыбачить в худшую. Так, а на вторую сейчас повешу червяка. Я когда только приехал, видел здесь такие пузыри шли. Видно, что рыбка здесь рылась. Скорее всего карасик. А может и карм. Место это вам знакомое. Кто смотрел до этого мои видео. Я здесь довольно-таки часто рыбачу. Так что здесь тоже есть крупный карась. И даже карпик. Ну, карпик такой. Не сильно большой. Полтора, два. Два с половиной килограмма. Но когда-то я приезжал на это место и просто так ходил. Осматривал территорию и видел, плавали парочку здоровенных амуров. Таких, наверное, килограмма по пять, по четыре. Так же я вот замешал прикормку. Сейчас тоже быстро закормим точки. Будем приманивать рыбку. В прикормке у меня кукуруза вместе с цепухой. И так же добавил сюда те кукурузные палочки, которые не использовал. Такие для запаха. Они там с клубничным ароматом. Так что пусть рыба приходит на клубнику. Есть. Есть, друзья. Ух. Ух. То это карась. Да? Нет. Окунь. Здоровый окунь. О, блин. Зацепил вторую удочку. Так. Смотрите, какого акушеру поймали. Это уже не себель. Заглотил по самой гланды. Давай, эти аккуратно. Там освободил, должен вышить. А караси как-то не хотят клевать. Ушли в спячку. Или где попрятались? Где попрятались вы, карасики? Чебурасики. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Вот это да. Друзья. Карп хватанул. Что? Что ты? Не могу удержать. Ого. А что ты такой сумасшедший? Блин, ушел в ветку. Сейчас надо поднять его. Ах, гад. Уходят в ветку. Сейчас перекинем. Есть. Перекину через ветку. Фух. Вот это да. Так, эту удочку сейчас нафиг. Эту удочку нафиг. Вот это да. Вот это борьба. Он прямо из воды даже выскочил немного. Так я его рванул. Какой резвый барбос. Вот карп пришел. Это поклевка на тесто, друзья. На наше тесто соблазнился. Соблазнился. Хороший карпик. Как на поплавочек. В самый раз. Спортсмен-боец. Так, раз. Здорово, персик. С почином. Понравилось наше тесто тебе? Опа, друзья, поймали. Смотрите. Вот такой вот карпик. На наше тесто соблазнился. Клюнул. Такой бой мне дал. Я аж так взбодрился немного. Эмоции, конечно, подарил. Такой вроде тут, может, ну в нем до двух килограмм. А так сопротивлялся. Ну, карпа брать не будем. Карпа мы отпускаем. Итак, рыболовы, как вы видите, у нас спустился уже конкретный дождь. Не хочу мокнуть. Буду мотаться и ехать домой. Вас я попрошу подписываться на канал, ставить лайки. Ну и всем хорошей рыбалки. Пока.